Семимильными шагами движемся к завершению работ по восстановлению токарного станка. Сегодня займемся задней бабкой и станиной. Вперед, вперед с песней к делу. Итак, в первую очередь откручиваю стопорные гайки и крепление шкива и соответственно снимаю его. Конструкция шкива подразумевает установку плоского ремня. Конечно, лучше в данном случае использовать поликлиновый ремень. Вполне может быть, что в последующем будущем шкивы я все же переделаю. Ну, а пока буду использовать то, что есть. Отвинчиваю винты крепления крышек подшипников. Взору предстают два подшипника. Сразу говорю, менять я их не буду. Люфты отсутствуют, подшипники еще вполне успешно послужат. Но оно и не удивительно. Во время покупки я специально рассматривал варианты, не требующие серьезных ремонтов и значительных капиталовложений. Промываю подшипники растворителем. Растворитель удалит остатки старой смазки, что позволит мне запрессовать новое, севежее, так сказать, смазочное вещество. Немного скотча и грунтую поверхность, подлежащую окраске. Разумеется, после высыхания грунта произвожу саму окраску. Окраска, как вы помните, в синий цвет. У нас, наконец-то, дождь. После 150 градусной жары это прям праздник какой-то. Вроде бы, казалось, ничего особенного. Дождь как дождь, но, опять же, я же говорю, после такой жаряки, это мечта. Буду наслаждаться воздухом. Свежим, озоновым. Доколе сохнет краска, займусь электродвигателем. Двигатель асинхронный, мощностью 180 Вт. Честно, честно признать. Если бы моя мастерская, мастерская в кавычках, естественно, находилась в гараже, я бы заменил асинхронный двигатель коллекторным от стиральной машины. Заодно реализовал бы и регулировку оборотов. Но в квартире очень важное, важнейшее, основополагающее, я бы даже сказал, значение имеет шумность оборудования. А синхронный же двигатель имеет несравнительно низкую шумность работы. Ну, опять же, по сравнению с коллекторным двигателем. В общем, разбираю двигатель, очищаю его внутреннее пространство. Использование бензина-керосина-растворителей категорически запрещено. Ну, это я на всякий случай для тех, кто в танке. Собираю всю конструкцию в порядке, обратном порядку разборки. Выполняю электрические соединения. Схема проста до безобразия. И состоит всего из трех элементов. Самого двигателя, конденсатора емкостью 4 микрофарад и выключателя. Монтажные работы произвожу с помощью советского паяльника. Отдолженного мной у одного моего друга. Эх, помню, я когда-то мечтал о таком паяльнике. И причем очень сильно мечтал, я вам скажу. Сейчас же такой паяльник я не хочу. Уж больно, он тяжелый. Полчаса работает таким инструментом. И лучше запястный состав просто отвалится. Мне так кажется. Да, неудобная вещь. Включаем. Так. И тумблер. Так. Вот это аппарат. Есть. Пока мы возились с деятелем, высохла задняя бабка и станина. Запрессовываю в подшипнике свежую смазку. Смазка классическая. Литтол. Кстати, есть варианты аналогичных станков, в которых используется не консистентная смазка, а текучая. Но у меня, так сказать, более продвинутая, более современная версия. Сразу же поставлю патрон. Ну, чего тянуть-то, чего, зачем? Вот так вот. Продолжение следует. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует...